Без знаний предпринимательства, вида деятельности, вот это никогда не работало ни в школе никакое, решила открыть школу английского языка и к тому же я еще не знала английский язык. Таким образом, я сейчас являюсь основателем группы компании iSpeak English. Сегодня я хочу вам дать реальное подтверждение того, что все-таки есть инструменты управления, которые помогают построить по-настоящему сильную команду. Меня зовут Попова Лена Петровна, по образованию я математик, имею навык бухгалтера и до того, как открыть бизнес, работала арбитражным управляющим. Кто такое арбитражный управляющий? Это лицо, которое назначается арбитражным судом для того, чтобы максимально удовлетворить требования кредиторов предприятий, которые попали в не очень хорошую ситуацию, а именно имеют задолженность. Я более 10 лет занималась этим и видела очень много предприятий, которые попадали в не очень хорошую ситуацию и это происходило именно из-за того, что у них не было таких хороших инструментов управления. И в какой-то момент мне это стало, ну как-то захотелось заниматься очень позитивными какими-то делами и вот без знания предпринимательства, без знания вида деятельности, вот это никогда не работало ни в школе никакое, решила открыть школу английского языка и к тому же я еще не знала английский язык. Таким образом я сейчас являюсь основателем группы компании I Speak English. Мы предоставляем курсы английского языка для детей от трех лет и взрослых. У нас очень широкий спектр услуг. Идея была такая, чтобы в Якутске открыть такую школу, такую школу английского языка, как и во всем мире. И мы сразу пригласили иностранных преподавателей. Иностранных преподавателей и год мы работали только с иностранными преподавателями для того, чтобы создать англоязычную среду. Кроме того, мы отправляем на международные языковые программы за рубежом. Как вы знаете, это бывают краткосрочные двухнедельные и академические годовые программы. Ну, также мы научились делать, оформлять визы в любую страну, поэтому это получилось у нас как бы третий вид услуг. На сегодня I Speak English это уже группа компаний. Есть три основных подразделения. Это вот международный центр, визовый центр и головной офис. Международный центр и визовый центр имеют под собой несколько языковых школ. И есть у нас еще международный отдел, который занимается вот как раз отправлением ребят и взрослых за рубеж. Ну, как и каждая компания, то, что создано, всегда, как вы знаете, имеет свои этапы развития. И как ребенок, который начинает учиться ходить, он падает, встает, падает, встает, так и мы падали и вставали в это время. И вот я хочу немножко до того, как я расскажу об инструментах, рассказать немножко историю нашей компании. Мы начали в 2012 году и практически за год мы стали лидерами в своей области. Ну, а за три года мы стали крупнейшим центром, который предоставляет широкий спектр иностранных услуг и нас по изучению иностранных языков. И как вы видите, в принципе, мы как начинали, так постоянно росли. Но смотрите, есть такой до 2015 года такой рост и с 2015 года есть достаточно такой крутой идет рост, а потом 2017 года он немножко, ну, рост есть, но такой небольшой. Первый период, он был очень, нас было очень мало, мы начинали всего 5 человек и мы с очень большим энтузиазмом это делали. Это была игра. Очень быстро мы развились. А вот начиная с 2015 года, когда пошел очень большой рост, росли не только у нас сотрудники, росли не только количество клиентов, да, но росло количество и сотрудников. Я даже, вы знаете, я очень удивлялась, насколько люди хотят учить английский язык. Мы на самом деле не были даже готовы к количеству людей, которые хотели учить язык, поэтому приходилось постоянно нанимать учителей, постоянно приглашать, искать хороших преподавателей. И обучение мы давали, но в связи с ростом у нас перестали немножко следить за качеством обучения, за качеством, вернее, не обучения, а предоставления услуг, потому что клиент приходит не только на самом деле на занятия, да, его нужно встретить, ему нужно дать водичку, его нужно в чистоте встретить, вот эти все элементы услуги, они немножко стали падать. И вот как раз с 15 по 17 год это был для меня самый, может быть, сложный год, потому что все росло очень быстрыми темпами. В один момент я просто от усталости не знала, каким образом это вообще можно отдохнуть. Был управленческий хаос. И в один момент я просто захотела убежать с бизнеса, потому что это было достаточно сложно перенести одному человеку, но что меня остановило? Меня остановило количество людей, клиенты. Они пришли, чтобы получить ту помощь, которую ты им предложил. И в один момент я просто решила, нет, надо с этим что-то сделать. И вот начала искать, что можно было сделать. Ну, во-первых, мы начали уменьшать свои расходы. Чтобы избежать вот таких кредитов, пришлось пойти на увольнение некоторых сотрудников, отправить людей в отпуск без содержания. Ну, и вы понимаете, что, конечно, в команде был очень большой упадок боевого духа. Я как раз в это время познакомилась с книгами Александра Высоцкого. Это «Обязанности владельца компании» и «Оргсхема». И вы знаете, это был единственный, наверное, тогда свежий воздух, который давал ответы на те вопросы, которые вставали мне в тот момент. И я решила внедрить. Что такое самостоятельное внедрение? Это, конечно, было подряд нужна статистика, заработная плата менялась. Одновременно я применяла какие-то инструменты. И оно давало какие-то, конечно, результаты, но не было системности, не было вот того, чтобы раз и навсегда решить какую-то проблему. Поэтому все равно сохранялось ручное управление. И скорость внедрения была не той. Мы же хотим, чтобы вот что-то внедрили и на завтра уже получить какой-то результат. Этого не возникло. Поэтому в семнадцатом году я приняла решение все-таки пойти на программу Александра Высоцкого и внедрить инструменты управления. Что я от этого ожидала? Наверное, я ожидала получить все ответы на свои вопросы, чтобы систематизировать бизнес, чтобы все шло не от того, как возникает проблема, а уже предупреждая это. И действительно, в течение года, пока мы внедряли инструмент управления, это происходило все очень последовательно и постепенно. И вы знаете, я впервые ощутила, как только вошла вот в первое, как бы вот начала учиться, у меня впервые возникло ощущение легкости. Потому что пришел человек, который решает за меня все мои вопросы. Просто надо делать то, что он говорит. И шаг за шагом, день за днем мы внедрили буквально все инструменты управления, с некоторыми из которых я сегодня вам расскажу. Вот это семь фонсий, которые есть в любой компании. И обычно в компаниях всегда есть вот продажи, да, мы всегда умеем продавать финансы кое-как есть. Ну и техническое производство всегда есть, вот эти три. У нас не было организации. Как раз организация – это именно та функция, которая строит команду. Впоследствии я вам покажу. У нас не было отделения качества, вот предпоследнее в сером свете. То есть и у многих в бизнесе не доходит до этого как раз руки. И поэтому, когда с ростом бизнеса, с ростом клиентов, качество обычно падает. И очень сложно потом вот без этого отделения отследить. На сегодня мы смотрим уже все отклики, отзывы. Еженедельно мы знаем, какие есть отзывы от людей. Еженедельно мы знаем, как мы проводим услуги. Это все у нас очень хорошо учитывается на сегодня. Ну и вот последнее расширение – это как раз вы прекрасно знаете, какие вводные услуги. В основном вообще мы все делаем. Но когда не системно, когда там не стоит какой-то человек и не делает это системно, с планом работы на год, тогда это получается один раз делали, а потом забыли. И, конечно, имидж, он создается не системно, что работает не очень хорошо на компании. Это вот управление. Первое синее, да, это седьмое, как бы называется седьмое отделение, но управление. Вот как раз управление – это то, чем мы должны заниматься. И мы иногда понимаем, что мы не занимаемся не тем. Мы иногда начинаем заниматься продажами, мы иногда занимаемся рекламами, либо финансы начинаем считать, но либо, собственно, идем и производим то, что у нас есть. На самом деле наша задача – только управлять. Как я сказала, что бизнес – это командная игра, и в такой игре побеждают только те, кто лучше организован. На сегодня мы получили управляемый рост, и команда руководителей, вот как раз, которая на фотографии находится сейчас в Москве, мы удаленно управляем своими командами и собираемся сейчас расширяться по России и по миру со своей целью. Я вам желаю успехов, и у меня предложение – берегите ваше время, учитесь у лучших. За год можно построить серьезно работающую самостоятельную компанию, и я уверена, что у вас все получится.